Вы в курсе, что на ремонт ЗАГСов в Краснодарском крае выделено 16 миллионов рублей? Здравствуйте, это программа «В курсе». Я Татьяна Говоркова. В этой студии мы затрагиваем темы, которые так или иначе касаются интересов каждого жителя Краснодарского края. Сегодня в регионе работают 57 отделов ЗАГС. Ежегодно они обслуживают почти 600 тысяч человек. Поэтому важно, чтобы условия для приема граждан и проведения церемоний были на самом высоком уровне. 70% помещений, где располагаются отделы, соответствуют всем необходимым требованиям. Однако остальные 30% нуждаются в ремонте. Речь идет об Абширонском, Туапсинском районе, поселке Дагомыс и Усть-Лобинске. Отделение ЗАГС Усть-Лобинска в начале года с рабочим визитом посетил глава региона Вениамин Кондратьев. Предлагаю посмотреть сюжет. Последние 4 года марш Мендельсона в ЗАГСе Усть-Лобинска звучит все реже. Количество желающих сыграть здесь свадьбу сократилось практически наполовину. Зал бракосочетаний на втором этаже с 2014 года признан аварийным. Экспертиза показала, что деревянные перекрытия между этажами прогнили. Есть угроза обрушения. Торжественные церемонии теперь проводят просто в холле, где тоже далеко не праздничная обстановка. Многие стали ездить в ЗАГСы соседних районов. Новобрачные, когда подходят и подписывают актовую запись о заключении брака, видят перед собой вот эти вот ужасные трещины. Несмотря на то, что аварийным помещение признали 4 года назад, проектно-сметную документацию для его ремонта до сих пор не подготовили. Сегодня ЗАГС у Слабинска посетил губернатор Кубани. Это место Венимин Кондратьев выбрал не случайно. Обратить на него внимание главу региона просили местные жители в своих обращениях. Конечно, вот тот холл, который приспособлен, конечно, жалко, что он остается и в альбомах, и в памяти. Это, конечно, хороший зал. Но время, как говорится, ожидания, конечно, оно уже давно-давно завершилось. Если время уже исчерпало, ожидания людей, в том числе молодых, у которых на всю жизнь память о том моменте бракосочетания на всю жизнь остается. По поручению Вениамина Кондратьева разработана специальная региональная программа, которой предусмотрен целый комплекс мер поддержки районных ЗАГСов, в том числе и текущий ремонт тех отделов, которые находятся в удручающем состоянии. И я напомню, что на эти цели в Краснодарском крае выделено 16 миллионов рублей. ЗАГСы регистрируют браки и акты их расторжения, проводят регистрацию новорожденных, выдают свидетельства о смерти, работают с архивом, устанавливают отцовство и усыновление, а также меняют имена и фамилии. Все районы отделения выполняют задачи от краевого управления. В тесном контакте с местной и краевой властью работает и отдел ЗАГСа Центрального района Сочи. Он один из самых востребованных не только в крае, но и в стране. Часть здания является историческим памятником. В 1990 году уникальный дизайн зала проработал и воплотил сочинский художник Владимир Олейник. Аналога нет. Но это немного история. А что касается нынешнего времени, то стоит отметить нововведение. С 1 октября 2018 года отделение ЗАГС предоставляет услуги онлайн. Предлагаю послушать руководителя отдела ЗАГС Центрального района Сочи Татьяну Бурову. Мы составляем единый государственный реестр актов гражданского состояния. То есть, если ранее в каждом отделе ЗАГС был свой архив, существовали определенные условия и порядок внесения изменений, вступления в брак, расторжения брака, то вот эта система новая, ЕГР ЗАГС, в дальнейшем даст возможность, когда будет составлен весь единый государственный реестр актов гражданского состояния, то дает возможность гражданам не привязываться, допустим, к какому-то одному органу ЗАГС. Он будет иметь такую возможность обратиться в любой ЗАГС России и произвести юридически значимые действия. То есть, это, конечно, очень большая ответственная работа. Вся работа эта производится в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации. Установлен порядок введения государственного единого реестра записи актов. Поэтому это очень серьезно. И сейчас мы как раз и находимся в этом состоянии создания и составления этого реестра. Граждане могут онлайн подавать заявление о заключении брака, что очень важно для всех молодоженов, лиц, вступающих в брак. Им не нужно, допустим, если это иногородние, им не надо приезжать в орган ЗАГС и подавать лично у нас, лично. Они могут обратиться на портал госуслуг и подать заявление о заключении брака. Выбор даты – это все в их руках. То есть, они видят все свободные даты так же, как и мы. И они выбирают. То есть, у них есть выбор. Также реализована услуга подачи заявлений «Я» через портал госуслуг о расторжении брака. Это касается расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия. Также через портал госуслуг граждане имеют право подать заявку, заявление о рождении. То есть, это записаться на прием о рождении, о смерти, об усыновлении. А также записаться на прием по вопросу получения повторных документов, свидетельств, получения справок. Что касается государственной регистрации перемены имени, которая включает в себя изменение фамилии, имени и отчества, то здесь закон остался прежним. То есть, только личное обращение гражданина в орган ЗАГС по месту жительства или по месту рождения. В прошлом году увеличилось количество желающих изменить фамилию, имя, либо отчество. Ну и тенденция сохраняется в этом году. Мы проводили анализ и понимаем, что у нас город, который любит вся Россия, поэтому к нам едут. У нас увеличилось количество жителей, и те иногородние, которые к нам приехали, стали жителями Сочи, они также приходят и производят государственную регистрацию переменную. Основными задачами для органов ЗАГС является эта государственная регистрация актов гражданского состояния и вторая очень важная задача – сохранность архивного фонда. Архивный фонд создается из актов гражданского состояния ежедневно, ежечасно, ежегодно. И наша задача – сохранность. Если ранее архивный фонд был только на бумажных носителях, то на сегодняшний день, с 1 октября 2018 года, архив создается как в электронном формате, так и на бумажных носителях. Вот, вы понимаете, архив, что такое архив? И зачем он нам нужен, да, вроде бы каждому гражданину? Ну, вы знаете, срок хранения сегодня архивных книг составляет 100 лет. Это единственный, будем так говорить, государственный орган, да, где хранение такое столь длительное. Потому что оно захватывает практически 4 поколения. Если вот так вот будем говорить, то 4 поколения. К архиву могут обращаться, как сами граждане, у которых составлены эти актовые записи, их родственники, их близкие, дети, внуки, правнуки. И сегодня очень, будем так, актуальная тема – это создание своего семейного архива, которые, допустим, граждане обращаются, не знают, где был дедушка, бабушка, прабабушка, прадедушка. И сегодня этот интерес есть. И, наверное, это как-то радует нас всех о том, что мы возвращаемся к своим истокам. Радует и тот факт, что количество регистрируемых браков за последнее время увеличилось. Тем не менее, они обходятся и без разводов. Вопросы реализации семейного права обсуждаются на государственном уровне. В крае тоже решаются вопросы по укреплению института семьи. Значимость профилактической работы по сокращению количества расторжений брака отмечает и заместитель губернатора Николай Далуда. Процитирую его слова. На Кубани, где сильны традиции казачества, где семья является одной из главных ценностей, нужно сделать все возможное, чтобы уменьшить число разводов. Конец цитаты. Добавлю, что в Краснодарском крае большинство семей все-таки живут счастливо в браке на протяжении многих лет. Ежегодно их чествуют 8 июля в День любви, семьи и верности. Чествование юбиляров в семейной жизни. Это не от нас зависит. Это зависит от желания близких, родственников, самих юбиляров. Они могут к нам обратиться с просьбой провести торжественное чествование. И мы это делаем. Представители администрации, представители партии «Единая Россия», представители депутатского корпуса. И все мы всегда к этому относимся с трепетом, с обниманием. И это само действие. Понимаете, когда ко мне приходят родственники или что-то, я говорю, вы понимаете, основная цель этого мероприятия – это создание архива семейного. Это можно сделать фото, это можно сделать портреты, это видеоархив, который можно потом передать, извините, из поколения в поколение. Ежегодно 7 июля здесь проводятся мероприятия, здесь проводятся литургии. И чествуются пары, как многодетные семьи, так же и юбиляры, которые прожили в совместном браке 50 лет, 60 лет. Я напомню, что в Краснодарском крае 57 отделов ЗАГС. Ежегодно они регистрируют около 500 тысяч актов. По объему работы отделов ЗАГС Краснодарский край занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. И, как известно, отделы ЗАГС проводят не только регистрацию и расторжение врагов, но и меняют фамилии, имена и отчества. Кстати, в марте в Центральном ЗАГСе Краснодара зарегистрировали первую миллиардершу. Это фамилия. Женщина решила изменить паспортные данные, сменив не только фамилию, но и отчество. Теперь она – миллиардерша Жанна Успешная. Что подтверждается свидетельством о перемене имени. А вот бум 2000-х на диковинные имена спал. По данным управления ЗАГС по Краснодарскому краю, чаще всего новорожденных жителей Кубани называют обычными именами. Тем не менее, есть и исключения. В список самых необычных имен для девочек с начала 2019 года вошли Африна, Белла Беатриса, Бригитта, Лераведа, Илирика, Клейра, Шанталь, Эсфиль. А у мальчиков есть свой список – Адам Берг, Гонсалес, Данислав, Кай, Любосвет, Нельсон, Пьер и Просвет. Ну это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. С вами была Татьяна Говоркова. Смотрите программу «В курсе», узнавайте интересные факты и будьте в курсе всего, чем живет Краснодарский край. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова